всем привет сегодня рассмотрим как добавить схему питания максимальная производительность на windows 10 она также подойдет на windows 11 если она отсутствует у вас в списке как это проверить заходим в меню пуск на параметры система питания и спящий режим справа есть дополнительный патар параметры питания заходим видим после чистой установки у вас нету есть только сбалансированная экономия и высокая производительность максимальной нету как ее добавить и что она нам дает дает нам работу процессора на максимальную его мощность выключение гибридизации не будет выключаться дисплей и жесткий диск в простое пропадут фрезы в играх увеличится производительность вашего пк до 10 процентов но употребление электроэнергии его тоже увеличится итак подписывайтесь и смотрим что у нас сделать кликаем правой кнопкой мыши на меню пуск дальше нажимаем windows powershell от администратора и копируем сюда такую вот команду команду я оставлю в описании под видео скопировали нажали enter ведь видим на схема питания максимальная производительность добавилась сворачиваем где мы проверяем пуск параметры система питания дополнительные параметры питания видим добавилась на схема новая схема электропитания максимальная производительность если вы зайдете и у вас тут не добавилась она перезагружаете компьютер и будет счастье все будет хорошо если вдруг она вам мешает не надо не хотите использовать я оставлю еще одну команду для удаления этой схемы электропитания также копируем просто под видео вставляем в powershell нажимаем enter и смотрим проверяем удалилась ли она видите на что ее нет она удалилась если у вас тоже сразу не удалилась бывает такой перезагружайте компьютер и все будет счастья всем спасибо кому помог ставьте лайк до свидания и и и Продолжение следует...